Казахстанская культурная среда Несколько часто одни фестивали сменяют другие, либо они меняют локацию из Алматы в Астану и обратно. Первый казахстанский, международный, а потом снова первый всемирный. Герой нашей программы сегодня – организатор кинофестиваля «Клик» Наргиз Шокенова. Именно она создает что-то такое важное, что корнями уходит в будущее. Есть стереотипы, что разговоры о кино должны вестись со стаканом попкорна в руке. Сегодня мы променяли его на мороженое. Пожалуйста, можно мне соленую карамель в стаканчике и клубнику? Спасибо! Наргиз, привет! Соленая карамель, клубника. Сейчас мы поставим нашу камеру. Итак, запись пошла. Наргиз, доброе утро! Доброе утро! Спасибо за эту раннюю утреннюю встречу. И очень хочется поговорить на тему фестиваля, который уже стартует вот-вот. Я хотела бы у тебя узнать. Назови, пожалуйста, три основные фактора, которые качественно определяют для тебя фестиваль «Клик» от всех остальных фестивалей и которые тебе дают силы каждый год двигать его вперед. Окей, это интересно для утреннего разговора. Первое, это в любом случае качество программы. Мне кажется, это то, что наслечает от других фестивалей, потому что я и мой коллега Борис Байков, мы всегда хотели показывать то, что либо здесь не выходит в широкий прокат, либо вообще недоступно для показа на большом экране, либо что-то запрещенное, как в случае с смертью Сталина у нас было. Второе, это публика. Мне кажется, что когда мы закладывали вот это название «Клик», оно все-таки про сообщество единомышленников и людей, которые разделяют друг с другом интересы и ценности. И я твердо могу сказать, что у нашего фестиваля есть свой «Клик», своя «Клика». Это около 10 тысяч человек, которые всегда к нам возвращаются, очень лояльны. И третье, третье, наверное, третье, не знаю, третье для меня все-таки такая независимость, потому что я работала, когда я училась в Москве, я работала в Базилевсе. «Клик» — это был 2014 год, и я только закончила, и это была возможность ни на кого не наработать, кроме себя. И даже то, что мы не работаем с государством, что мы такой небольшой на самом деле фестиваль, нам позволяет быть свободными и в выборе программы, и в выборе партнеров, и в том, что как это все делать, в общем. Ну вот, ты опередила мой следующий вопрос, он был как раз-таки о независимости, о государственной поддержке. Пять лет фестиваля, и очень хотелось спросить. Я просто знаю, что очень многие проекты так или иначе стремятся получить вот это финансирование государства, получить какой-то грант. Очень много, например, моих коллег в театре, которые работают в России, они подсажены, называют это донорской иглой. И вот пример независимого проекта очень часто вдохновляет и даже становится настоящим откровением. Что ты можешь сказать из своего опыта? Я не могу не сказать, что мы начались, в принципе, с господдержки. Это был 2014 год, когда Управление культуры города объявили конкурс творческих проектов, и ты помнишь, тогда, собственно, появилось откровение, либо за год до этого, когда появился литературный фестиваль. И все-таки тогда Галла Корецкая и Катя Крибановская, они нашли какую-то форму работы, как государство могло бы работать с арт-менеджерами. Такая удобная форма. Это был конкурс, довольно прозрачная подача заявок, утвержденный бюджет, когда мы знали, сколько мы можем просить, и государство знало, сколько оно готово вложить в такого рода эксперимент. И, на мой взгляд, он был очень удачный. Потом, к сожалению, это все прекратилось, и мы оказались снова в той ситуации, когда ты вообще просто не знаешь, как работать с государством. То есть я очень много знаю, что все это принимается в каких-то флуарных, в каких-то очень тонких, нежных, интимных разговорах. Я не являюсь их частью. Поэтому я, во-первых, не знаю, как работать особо с государством. Нас поддерживал Экимат во второй год, по-моему, и в третий. В четвертый мы уже не... А нет, во второй, в четвертый. Для меня я не хочу жаловаться. Это, в принципе, и мое решение, и наше решение не работать с госструктурами. Потому что нам очень важно то, что мы показываем. Конечно, очень хотелось бы каких-то ясных механизмов. Конечно, хотелось бы, чтобы был, не знаю, Казах-канцл, когда ты понимаешь, какие приоритеты у государства в области культуры и культурной политики. А когда ты узнаешь, что это либо постфактум, либо это какая-то очень сверху спущенная, неясная программа, не сформированная снизу, да, из потребностей и населения, и людей, которые готовы такие программы осуществлять на самом деле. Так что, как будто есть какой-то надлом очень странный или что-то, что работает не совсем правильно. То есть, мне кажется, что сначала нужно проводить исследования и узнавать вообще, с кем мы работаем, да, какое количество... Перед нами когда-то встал языковой вопрос. То же самое, когда мы сделали Турксип, нам было очень интересно создать культурный проект для людей вне языка, вне каких-то еще и возрастных групп. Так что объем и масштаб нашего проекта, он позволяет еще так существовать. Конечно, нам тоже пора переходить в программу какую-то, не быть проектом. Но я пока не могу сказать однозначно. Мне хотелось бы, чтобы это все было прозрачнее и понятнее, и оно не было таким оторванным от реальности. Если подробнее поговорить о программе «Грядущей», я ее внимательно изучила и, конечно, бросается в глаза то, что будут фильмы Байгазина, Соррентина, Фон Триира. И у меня, конечно, в первую очередь возникает такой менеджерский вопрос вообще, как это возможно? Что за команда работает? Сколько времени необходимо, чтобы получить официальные права на показ таких режиссеров? Мне кажется, наш секрет в том, что мы работаем очень последовательно. Мы работаем уже пять лет. Когда мы начинали только, уровень доверия вообще, в принципе, к территории был очень низкий. Потому что когда ты запрашиваешься с территории Казахстана, который, в принципе, не покупает кино отдельно, мы идем как часть российского проката, очень сложно было убедить в том, что мы действительно оплатим, что пока состоится, что копия не утечет в сети и все такое. На пятый год, естественно, это легче. Работа ведется круглогодично. Мы берем, все члены нашей команды, мы берем еще дополнительные проекты, потому что надо как-то жить, выживать. Но это довольно такая пока классическая схема, мне кажется, вообще в нашей среде. Команда — это я и Боря. Боря, собственно, занимается программой. Мы отсматриваем Берлин и Канны. Это два крупных рынка в начале года. А потом начинаются переговоры, собственно. И они могут занимать до полугода. Это не всегда вопрос денег, это всегда вопрос как раз купленный фильм на территорию и, в общем, такие тонкости. Так что моя задача — найти возможность скупить это все. Боря, моя задача все это найти и договориться об этом. Потом ближе к фестивалю к нам присоединяется от трех до шести человек. Кто занимается переводами, кто занимается текстами, кто занимается административно-технической частью. Сейчас мы уже разогнались. Отрабатываем пока показы «Бест оф». Это такое наше было желание поностальгировать чуть-чуть и вернуться в предыдущие выпуски фестиваля. Мы повторяем разные фильмы, которые были какими-то либо исключительными для нас, либо очень успешными. В «Одиннадцать четвергов» мы показываем «Ксавида Лана». Это всего лишь «Конец света». Это был наш первый сеанс, когда мы открыли второй зал, потому что был какой-то дикий гигантский интерес. А на следующей неделе мы показываем «Зови меня своим именем». Мы показывали раза три. Это тоже был какой-то дикий успех в рамках «Аматы». Я знаю, что сердцем кинофестиваля являлся и является киноцентр «Арман». И сейчас там ведется ремонт, реконструкция. Что ожидать гостям фестиваля? Для меня место удивительное. И мне кажется, у него очень сильная энергия, которая вообще пережила все перипетии. То есть там какое-то время была дискотека, потом туда присоединился «Бургер Кинг». Мне кажется, в принципе, это такое отражение истории Алматы или, может быть, даже Казахстана. В рамках реконструкции, которая сейчас городом проводилась, там облагородили территорию. Уже сам кинотеатр убрал входную группу. В прошлом году, ровно год назад, мы открыли панно, которое скрывалось там во время вот как раз этих диких дискотечных времен. Я не знаю. Конечно, хочется, чтобы максимальное здание вернулось в то обличие, которое, как оно и задумывалось. Раньше был зимний сад. И мы с друзьями огромные фанаты этого здания. Мы, в принципе, установили очень большое количество архивных материалов, как это все выглядело раньше. Если вернуться к программе, она очень насыщена. И я знаю, что многие алматинцы уже заранее покупают билеты. Ну, собственно, это, говоря, такой киношный запой, в который ты можешь погрузиться на определенный период. Вот твои советы, что нужно делать? Вот заранее покупать билеты, переносить встречи, отвозить детей бабушкам, чтобы все это не прошло мимо тебя. Мы очень аккуратно подходим к планированию. Нам очень важно максимально заранее рассказать людям, что вот эти даты. Мы объявили фестиваль 11 октября, когда мы собрали гостей, мы продавали билеты, устроили презентацию, показывали какие-то футажи, материалы, трейлеры того, что мы будем показывать. Потому что нам очень важно, чтобы люди подготовились и знали, чего ожидать. Объявили часть программы. 1 ноября мы откроем продажу билетов и расскажем о нашем фильме «Закрытие». И получается у людей еще две недели на то, чтобы выкупить билеты. Какие-то сеансы, я думаю, уже от начала фестиваля будут распроданы полностью. Мы планируем только два вечерних сеанса. То есть сделали все, что возможно, чтобы людям после работы было удобно приехать, остаться там, получается, с 7 до 10, до 12 в кинотеатре. Я советую смотреть все, что возможно, потому что мы выбираем, в принципе, самое лучшее, что происходит в течение года. И даже следующего года будет происходить в кино. Поэтому если вы посвятите эти пару недель клику, то вы можете не ходить потом в кино. Действительно. Я просто очень испытываю дикий голод, на самом деле, в киношной, в кинотеатрах, потому что вообще нечего смотреть. Все это идет в дубляже. А мы показываем кино на языке оригинала с русскими субтитрами, с субтитрами на русском языке. Для нас это тоже очень важно, потому что, ну, ты понимаешь, как важно слышать актера голос, а не актер дубляжа, что является, мне кажется, сущим оскорблением и барбарством. Вот, так что такие дела. Не знаю, мне кажется, он этого стоит. Скажи, какой фильм ты ждешь больше всего? С замиранием сердца, может быть, даже с каким-то... Я не смотрела только два фильма, но я хочу пересмотреть «Холодная война». Это Павел Павликовский, он когда-то получал Оскары за Иду, польский режиссер, и фильм про такую очень роковую любовь, связь. И он очень красивый, потому что там очень много музыки. И это, на самом деле, огромная история. В течение 40 лет за одной парой наблюдают. Не знаю, я его очень хочу пересмотреть. Это будет наше открытие. Спасибо тебе за такие заманчивые анонсы. До встречи в кинотеатре. Спасибо. Спасибо. С вами была программа «Сторис» на телеканале «Атомикен Бизнес». Меня зовут Анастасия Тарасова. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова